кто там соси и мама куда ты послала же сюда со звездочкой привет тихо тихо не кричи так это некрасиво французские дети еще не начала читать сейчас другую книгу читаю французские дети не плюются едой чуть попозже сейчас дочитаю одну книжку тоже про него напишу чуть попозже чуть попозже чуть попозже а да вот ну рассказывайте что нового какие вопросы как дела спасибо спасибо комаровском что скажу нравится он мне хороший мудрый мужик английский с дочью учим английский смотрим эти самые программы обучающие и спасибо да фотосессия ждем фотосессия иди сюда софика будешь смотреть общаться вот софика у нас очень общительная софии 1 и 10 будет завтра мы и цифры знаем уже все знаем она все уже взрослый человек практически повторюша но характер начинает проявлять фотосессия фотосессия боремся с ней в общем больше боремся с тобой да потому что софика начинает свои не хочу и не буду показывать когда но выпустил время когда пригласим очередной хотел сказать жертву очередную гостью вот но дело в том сейчас в том что сейчас очень много и других проектов поэтому пока что не можем рост у меня метр семьдесят два к ягодам отношусь положительно но вечером вообще к любым простым углеводом я отношусь не очень хорошо baby это джоан осборн по моему или как да one of us называется песня значит книгу можно купить english little bit книгу можно купить в интернете так у кого вакуум получился признавайтесь делаете а вот мама софика каждое утро делаете молодцы софика постоянно просит показать мои фотографии мы смотрели уже сегодня маминцы сейчас посмотрим софичка немножко поговорю и посмотрим еще сейчас покажу зайка софика тихо так господи муж по делам так как веду себя при истерике ребенка бывают ли они конечно бывают я думаю что у всех детей есть истерики веду себя спокойно и жестко не не потакаю как говорится очень важно воспитание детей последовательность то есть если вы запретили что-то то продолжать в том же духе но нельзя сначала запретить а потом разрешить а потом опять запретить а потом разрешить молочные продукты я использую периодически это может быть сыр иногда но редко и молоко в кофе больше ничего белково углеводное чередование можно при грудном вскармливании в принципе молочко сейчас зайчика сейчас я тебе дам подожди немножечко мама надо немножко подождать ну чтобы иметь такую фигуру достаточно просушенную лучше молочные продукты избегать ну не полностью может быть но творог и так далее это все я убираю если я буду это постоянно есть сырые твороги то такой фигуры не будет кофе пью каждый день и не одну кружку люблю кофе пью много очень усталый выглядишь в отпуск не планировать ребят я с удовольствием в отпуск действительно устала очень не устаю и ну с ребенком понятно думаю все мамочки меня поймут с ребенком сильно устаешь а плюс когда еще и работа дела какие-то тренировки и так далее это все очень тяжело никто не обещал что будет просто инжир инжир можно финики нет у фиников самый высокий гликемический индекс вот поэтому это приравнивается к сладостям поэтому если вы замените сладости финиками ничего не поменяется будет это такая же сладость будет сладости си не позволяю я не ем сладко курага до инжир до чернослив до так кстати по поводу проекта давайте кто тут есть девочки так и не нашла я девочек на проект подходящих потому что не значит нужно нужны девочки из москвы которые живут в москве которые работают с работы то есть это обязательно условия можно с детьми это хорошо даже если с детьми вот то есть и которые не ходили при этом зал не ходят зал не посещают но хотят похудеть вот если такие девочки тут есть напишите мне на имейл или в контакте арива собак так том ты худая слишком я не могу тебя взять мне нужно полненькая девочка который надо сбросить хотя бы от 5 до 10 килограмм хотя бы студенты тоже подходит кстати обучение это приравнивается к работе дальнейшем нет плана второго ребеночка ребят мне с одним справится не ну с одним то я справляюсь но второго это большая ответственность это надо значит либо няню однозначно либо не работать они работать я не буду это сто процентов поэтому будущем да и девочка должна быть готова к съемкам сниматься на видео общаться не стесняться камеры и быть свободной где-то в числах 19 20 февраля как ты ешь гречку каждый день беру насыпаю ем капучино отношусь отлично глиссе напомните мне что это я честно говоря не помню муж дома кто-то интересуется что за такие вопросы сладкое нет не ем очень-очень редко ем а с мороженым нет мороженое это не то кофе и мороженое плохо отношусь мальчик зачем чем-то вообще сладкое заменять гречку солю достаточно привыкнуть не есть сладкое софия веди себя хорошо мальчик 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 мясо разное ем софика ты дерешься или мне показала не дерешься сейчас примерно тот случай когда софика начинает буянить мальчик 2 годика 2 годика 2 годика тебе? да ничего себе быстро растет 2 годика 2 годика когда тебе 2 годика будет? 12 апреля? да зайка вот так пачки вот так пачки да нога 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 да это нога молодец что еще покажешь? вот эту вот эту а покажи правую ручку где правая? нет правую правую покажи молодец умница а левая где? пока пока это левая это левая умничка зайка есть можно можно ли просушить тело воспринимая гормональные контрацептивы ну вы знаете вообще на этот вопрос нету стандартного универсального ответа это зависит от того как у вас гормоны работают какие у вас анализы и так далее поэтому никто вам не ответит стопроцентно на этот вопрос это надо конкретные случаи изучать очень распространенный вопрос как себя настроить не есть сладкое как себя заставить не есть сладкое как что делать для меня странный вопрос честно потому что ну если ты хочешь хорошую фигуру не ешь сладкое вот и все ну тут только воля больше ничего как это ну это вам должно быть надо вот в чем дело никому-то другому никто вас никогда не заставит это сладкое не есть кроме вас самих ребят мы только что тут про сладкое говорили что его не ем сколько можно задавать этот вопрос какой белковой едой можно заменить творог в перекус ну например яйца почему нет яйца тефтельки себе сделайте кофе без сахара конечно квашеную капусту я не ем вообще соленья тоже я не ем никакие тоже это не очень хорошо не вредно часто яйца если у вас все хорошо со здоровьем то никаких проблем нет ну смотря сколько вы я думаю сомневаюсь что вы каждый день по 10 яиц едите так если при вакууме низ живота не получается втянуть получается я неправильно делаю трудно сказать надо смотреть как делаете смотря что вы имеете ввиду вечером вредно яйца есть нет не факт от организма опять же зависит вашего у кого-то хорошо идет у кого-то не очень накачать попу дома можно ну как сказать накачать прям массу такую это зал все-таки это более большие веса но большие веса можно иметь и дома вот а поддерживать в таком состоянии вот вы накачали вы можете спокойно поддерживать это дома потому что именно я так и делаю получается я сейчас редко в зале бываю вот дома и поддерживаю сейчас немножко тяжело растяжки это увы и генетическая тема в большей степени генетика и гормоны больше генетика поэтому их убираю только лазером только процедуры косметические и пластические да видео домашних тренировок я как-то показывала как я дома тренируюсь одну связочку вот ну постараюсь вам еще показать на днях насколько это получится зайка ты же умеешь открывать открывай сама маму хочешь чтобы мама открыла да ну давай тогда я открою так да в перископе можно будет и трансляцию сделать если у меня получится на днях попасть в зал я немножко покажу что-то из зала если дома то дома покажу вот ну постараюсь вообще обычно это происходит обычно обычно что-то да Софику кстати сегодня отвозим вечером отвожу вечером к родным вот и все выходные там дела, работа все что нельзя делать Софикой ну я надеюсь что на зал тоже хватит так при правильном питании регулярного вакуума когда тело придет в идеальную форму зависит от вашего исходного состояния как найти хорошего тренера сложный вопрос реально сложный потому что если вы сами не тренер то вам тяжело будет найти хорошего тренера потому что вы не знаете что он должен уметь что не уметь ну как вот вы поймете вот вы новичок пришли к тренеру как вы поймете правильно он вам технику ставит или неправильно не поймете потому что вы сами новичок в том то и дело поэтому по рекомендациям Спрашивайте у своих друзей, подруг В зале не факт, что вам посоветуют У лучшего тренера Вам могут посоветовать свободного тренера Вот, поэтому Рекомендации Что вам делал папа со спиной после тренировки? Кто-то видел У меня папа Мануальный терапевт, но это одна из его сфер Деятельности, которую он хорошо освоил Он мне У меня было смещение небольшое Вот Ну как небольшое Нормально у меня так сместился позвоночник И прямо аж заклинило его Вот он его и делал Вообще при регулярных тренировках Мануальной терапии Это обязательная процедура Надо спиной заниматься Либо на реверсированном столе лежать Либо к специалисту идти Ну, делать массаж Разминать мышцы Следить за позвоночником Чтобы все ровно было Кифоз можно исправить Да Как раз у меня отец этим тоже и занимается Клинику не могу посоветовать Потому что я делаю отца На Динамо В Гоуджиме хорошие тренеры есть Да, хорошие Могу порекомендовать кого-то Спасибо большое Про кожу лица Самое интересное Что я за ней никак не ухаживаю С утра крем мажусь детским И вечером все Больше ничего не делаю Генетика Наверное И правильное питание Кстати, до правильного питания У меня кожа была хуже гораздо Высыпания были и так далее Когда я начала правильно питаться У меня Правильное питание Витамины Все Как бы кожа Ну, абсолютно чистая Без высыпаний Гладкая Поры не расширены И так далее Все окей Мам, покажи мамочку Сейчас вот тебе покажу За поцелуйчик Поцелуешь, мам? Нет Нет? Поцелуй вам Нет Ну, как не поцелуешь, Софийка? В щечку поцелуй, ладно В щечку И покажу тогда тебе, мам Хорошо? Ты моя зайка Зайка моя Сейчас покажу Все, я обещала ребенку показать фотки Поэтому Всем пока Еще увидимся Пообщаемся Пока Попрощайся Попрощайся Пока-пока Пока-пока Пока-пока